Детали, изготовленные из листового металла, часто необходимы при проектировании. Autodesk Inventor обеспечивает функциональность, облегчающую проектирование, редактирование и составление документаций, как для готовых моделей после гибки, так и для разверток, связанных с деталями из листового металла. Существует несколько способов создания листовых деталей. Рассмотрим их. Создадим деталь из листового материала. Нажимаем «Создать» и выбираем «List Watt IPT». Это специальный файл для создания листовых деталей. Сразу можно обратить внимание, что в браузере значок детали не такой, как у простых деталей. Нарисуем в эскизе контур, например, какого-либо кожуха. Он будет состоять из отрезков. Сопряжение острых углов выполнять не будем. Принимаем эскиз. Как видим, на ленте появилась вкладка «Листовой металл». Прежде чем приступать к операциям создания деталей, давайте настроим параметры для листовых деталей. На панели «Настройка» нажмем «Параметры по умолчанию листового металла». В открывшемся окне можно выбрать правила обработки деталей из листового металла, стиль металла и правила развертывания. Если нажать на первый карандаш, то откроется для редактирования стиль листового металла. В редакторе стилей. Мы сейчас не будем его редактировать. Для нашей детали снимем галочку «Использовать толщину металла из правила» и зададим толщину металла 2 мм. Выберем стиль металла «Сталь». Применим и закроем. Выберем операцию «Фланец с отгибом». Укажем на эскиз и можем увидеть контуры создаваемой детали. Лист формируется по нарисованному эскизу. Можно указать направление формирования листа. Внутрь от эскиза, наружу или по средней линии. Выберем наружу. Радиус гиба по умолчанию равен толщине листа. Изменим его на 4 мм. То есть можно не задавать сопряжение в эскизе, оно создается согласно правилу формирования листовой детали. Далее укажем расстояние, как бы выдавливание для детали. Введем значение 50 мм. Можно также выбирать направление. Применим операцию. Получили листовую деталь. Применим для нее операцию «Фланец» для создания стенки с одной стороны. Выберем три кромки и в предварительном просмотре мы можем видеть, как будут создаваться фланец с изгибом. Зазор между фланцами по умолчанию равен толщине листа. Но его можно отредактировать в редакторе стилей. Вместо сгиба выберем сгиб от смежной грани. Угол фланца оставим 90 градусов. Радиус сгиба также введем 4 мм. Расстояние оставим 25 мм. Применим операцию и закроем окно. Фаски, скругления и отверстия делаются так же, как в обычных деталях. Сделаем фаски размером 5 мм на краях фланцев. Выберем соответствующие ребра. Нажмем ОК. Операция «Вырезать» применяется так же, как операция «Выдавливание». Операции «Массив» и «Зеркальное отражение» тоже применяются, как в обычной детали. Применим операцию «Зеркальное отражение». Выберем все элементы детали. После этого укажем плоскость отражения. Нажимаем ОК. Для получения развертки детали нажмем на панели «Развертка» перейти к развертке. Осевыми линиями изображены линии сгиба. Эту развертку так же можно вставлять в чертеж детали. Нажмем «Перейти к согнутой детали». Назовем деталь «Кожух». Сохраним ее и закроем. Рассмотрим еще один способ создания листовой детали. Создадим листовую деталь. В эскизе рисуем прямоугольник со сторонами 300 на 500 миллиметров. С помощью зависимости вертикальности и горизонтальности выровняем его симметрично относительно начала координат. Принимаем эскиз. Далее создадим рабочий элемент, плоскость, смещенную относительно плоскости XY на 400 миллиметров. В этой плоскости создадим эскиз. Нарисуем окружность с центром в начале координат диаметром 150 миллиметров. Принимаем эскиз. Уберем видимость вспомогательной плоскости. В параметрах листового металла укажем толщину 1 миллиметр. И выберем материал «Сталь». Далее выберем операцию «Вафтированный фланец». Эта операция похожа на операцию «Лофт». Выбираем последовательно эскизы. Есть два варианта создания детали – формообразующий штамп и кромкогибочный пресс. Выберем второе. Можно указывать допуск хорды, угол фаски или расстояние фаски. Укажем расстояние фаски 20 миллиметров. Также можно выбирать направление создания детали относительно эскиза. Укажем радиус гиба 2 миллиметра. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Ок». Получили деталь. Пока из такой детали невозможно получить развертку. Требуется создать разрыв на одной из граней. Выберем операцию «Разрыв». Укажем грань разрыва и точку. По умолчанию размер зазора равен 1 миллиметру. Можно его менять, а можно оставить таким же. Применим. Получили разрыв. Нажмем «Создать развертку». Такую развертку можно вставлять в чертеж и выполнять готовые детали. Назовем деталь «Отвод». Сохраним ее и закроем. Создадим новую листовую деталь. Нарисуем в эскизе развертку детали, которую далее будем сгибать. Укажем все необходимые размеры эскиза. Принимаем эскиз. Выберем операцию «Грань». Нажимаем «Применить». Создается листовая деталь. На передней плоскости детали создадим эскиз. Нарисуем два симметричных отрезка. Укажем размеры от центра дуги до отрезка по 35 миллиметров. Второй размер укажем равным первому. Принимаем эскиз. Выберем операцию «Фальцевание». Выберем линию сгиба, укажем на отрезок. Далее выберем направление сгиба. Оставим угол гиба 90 градусов. Радиус гиба по умолчанию. Деталь согнулась по выбранной линии. В браузере раскроем операцию «Фальцевание» и поставим видимость эскиза. Применим операцию еще раз, но теперь для второго отрезка. Применим операцию. Находим в браузере эскиз и уберем его видимость. Таким образом можно получать гнутые детали из заранее известных размеров развертки. Сохраним данную деталь и закроем ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова